Расскажи, Снегурочка, как дела? Расскажи, Снегурочка, где была? За тобой убегала Дед Мороз. Давай уже продолжим. В студии у нас гость. Расскок, ты спел, да? Да. Итак, друзья, мы говорим сегодня про Деда Мороза, потому что у него день рождения. Если вы хотите поздравить Деда Мороза с днём рождения лично, то это нужно брать и делать прямо сейчас. И самое главное, отправляться-то куда? В Великий Устюг, правильно? Ведь именно там и живёт главный волшебник страны. А как туда добраться, нам расскажет заместитель генерального директора туристической компании Дарья Ерхова. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, есть ли туры, которые можно совершить туда в резиденцию Деда Мороза? Туры ежегодные. В этом году мы едем с 3 по 7 января. Это экспресс-поезд, сказочный экспресс-поезд, который идёт только с туристами, то есть в поезде нет обычных пассажиров. Для того, чтобы лично увидеть Деда Мороза, лично с ним поздороваться, сфотографироваться. Ну и, в общем-то, такой проект он ежегоден, и мы осуществляем его уже в течение 9 лет. То есть вы говорите, что это популярное направление, да? Это очень популярное направление, да. Набирается из Челябинска, ну минимум 8 вагонов уезжает, а иногда и больше. Так, подождите, а с какого времени тогда начинает этот поезд двигаться? Он же не круглосуточный? Это, так скажем, проект, который ставится именно в новогодние праздники. Он бывает раз в году, вот, то есть нет регулярного сообщения Челябинск, Великий Устюг, и это туристический поезд, то есть это чартер своего рода, который едет в новогодние праздники Великий Устюг. Наверное, самый главный вопрос, который волнует всех, во сколько обойдётся такая поездка? В среднем 20 тысяч рублей на человека. Даже на ребёнка? Ну, градации есть определённые, то есть это плацкарты или купе вы выбираете, возраст ребёнка, но если в среднем говорить, то это в районе 20 тысяч. Помимо поезда, есть ли какие-то другие пути самолётом добраться? Своим ходом. Достаточно проблематично, на самом деле, если мы говорим про новогодние праздники, но аэропорт, к сожалению, в Великом Устюге отсутствует, да, ближайший это Вологда, 450 километров от Великого Устюга. Если говорить о регулярном сообщении, то его, к сожалению, нет, и вам нужно будет добираться до станции Котлас. Дикарями, конечно, можно поехать, но предупреждаю туристов о том, что это не нужно делать в новогодние праздники, либо до, либо после, потому что в это время город принимает огромное количество поездов со всей России, и, ну, конечно, просто даже пройти куда-то будет проблематично, потому что всё будет настроено на приём вдруг. Так, а помимо того, что мы вот сможем увидеть, мы уже сегодня показывали небольшие отрывки именно с резиденцией, да, а что можно ещё вообще увидеть? Ну, начнём с того, что в городе существует почта Деда Мороза, куда приходят все письма, да, о которых мы говорим сегодня. Почитать? Это всё полностью включает в себя, да, пакет, то есть это и проживание, и проезд, и питание, и экскурсионная программа, и все посещения, и городской резиденции, и загородной резиденции, все интерактивные программы. Ну, ещё такой бонус для наших туристов в этом поезде существует. Мы посещаем ещё один сказочный, ещё одно сказочное место, да, это, получается, родина Кикиморы-Вятской в Кирове, и тоже там проводим программу интересную, активную, очень весёлую. Это сколько дней идёт? С 3 по 7 января, это 5 дней и 4 ночи. Спасибо вам огромное. Всё, я думаю, что теперь сказку точно все будут верить. Спасибо огромное нашим гостям. Дарья Кирхова, заместитель генерального директора туристической компании, у нас сегодня была в гостях. Далее у нас сюжет Евгения Малышко, она познакомилась с челябинским библиотекарем, которая вошла в топ лучших по своей профессии по нашей стране.